Кому не приходится искать себе ни гараж, ни квартиру, так это черепахам. Все очень просто. Втянул шею, и ты дома, в панцире. Панцирь состоит примерно из 60 костей, соединенных вместе. Костистая часть покрыта еще и щитками, чтобы обеспечить дополнительную прочность и защиту. По так называемым годовым концентрическим кольцам можно определить возраст животного, как у деревьев. Знаете ли вы, что существуют черепахи и вовсе без панциря? У семейства мягкотелых черепах полностью отсутствуют роговые щитки, поэтому и панцирь на ощупь мягкий. Твердая защита им попросту не нужна. Большую часть времени они лежат неподвижно, зарывшись в песок на дне водоема и поджидая добычу. Многие виды этих присмыкающихся долгожители, для которых 100 лет – далеко не предел. Вообще черепахи живут на земле дольше всех млекопитающих – птиц, трокодилов, змей и ящериц – более 200 миллионов лет. Единственное отличие, которое претерпел вид – предки современных тортил не умели прятать голову в панцирь, а рот их был полон зубов. Существует распространенный миф о том, что черепахи медлительны и не способны быстро передвигаться. Отчасти он подтверждается – чем крупнее зверь, тем тяжелее ее панцирь и тем медленнее она двигается. Черепаха по имени Честер стала известна миру как самая медленная. Она сбежала из дома в 1960 году и была найдена в 1995, уйдя от дома всего на 686 метров. Морские же черепашки двигаются гораздо быстрее – за час могут пройти 35 километров. А еще были в истории черепахи, которые двигались со скоростью около 8 километров в секунду – прямиком в космос. 21 сентября 1968 года две черепашки облетели Луну на космическом корабле «Зонт-5». Полет был перенесен животными нормально, правда, некоторые немного похудели, но по возвращении аппетита и активности не утратили. Жизнь прекрасна и удивительна. Продолжение следует...